здравствуйте я Денис Курбатов стоковый фотограф на канале я делюсь с вами и фиксирую для себя придумки задумки в таких фото деятельностях как стоки услуги проекты лайфхаки и потому канал назвал суп л а сегодня серия явно не попадающая не в один раздел моих супов может разве что это клень хак ленивый хак о чем идет речь поясню супер маленький travel я решил взять вместо фотокамеры смартфон для чего я решил взять с собой смартфон вместо фотоаппарата хотелось поплотнее покататься на лыжах чтобы ничего не мешало не болталась ну а также испробовать смартфон в качестве коммерческого инструмента для стоков поизучать приемы работы со смартфоном которые будут позволять фотографировать например в тех местах или в тех ситуациях когда это неудобно было бы с фотоаппаратом объемным фотоаппаратом безусловно это не будет критикой обзором или сравнением фотоаппарата и смартфона скорее всего я посмотрю какие могут быть положительные стороны которые можно использовать для коммерческой работы со стоками какие вещи не стоит использовать они будут явно проигрышны и вообще можно ли недорогой смартфон использовать для работы со стоками ясное дело такому решению поспособствовали заявленные 48 виртуальных мегапикселей камеры и уже давно доступное локирование коррекции экспозиции а также наличие чуть ли не полного мануального управления камера смартфона в родном приложении redmi note 7 есть блокировка фокуса поправка экспозиции и выбор фпс фрейм секунд переприсвоение кнопок громкости для спуска или кнопки экрана это в зависимости от ориентации я выбираю смартфона по отношению горизонту и в рассмотрении на смарте картинки выглядит прилично посмотрим как это будет выглядеть в стопроцентном увеличении на мониторе я буду готов ко всему и нисколько не огорчусь если это будет не так вообще-то я уговариваю себя по крайней мере фотографирую снимаю действительно удобно все с собой 48 мегапикселей думаю что если уменьшу до 12 программ на ну точно по техническим характеристикам для стоков подойдет ну видеосъемка для канала уж точно будет самый раз купил штатив восьминожек пульт с пультом вообще должно быть очень удобно так через пару минут пульт прекратил посылать сигналы прохладно возможно разрядилась батарея 0 градусов может батарея для теста все-таки была для продажи я не успел замерить хотелось не дотрагиваться до смартфона когда все-таки селфлюсь опа при остановке видео поправки и лог сбрасываются сохраняются только при паузе а пульт не работает на паузу только полный стоп фрагменты конечно будут отличаться друг от друга так не пойдет пока придется тыкать на паузу потому решаю кратко записать видео со звуком на локации покатаюсь запишу бирольчики для видоса и понял что стоит искать приложения которые позволят более гибко управлять настройками посмотрим на мониторе фото да по стоковому это называется overuse переобработанная фото за вижу что потенциал есть как бы отключить эту излишнюю обработку есть надежда конечно на сторонние приложения которые позволяют снимать ну типа прав формате интересно что происходит по видео при обсмотре фрагментов видео я обнаруживаю что fps колеблется она не фиксирована обычно делаю монтаж в sony вегасе то есть каждый фрагмент нужно будет интерпретировать единому fps и такой вариант не не совсем подходит это много телодвижений я себе даю ограничения на редакцию видео минимум вмешательств резкое все а тут еще и разные колебания в fps ну по качеству картинки даже история overuse так задача номер один найти приложение которое управляет более гибко настройками чтобы позволяла уменьшить контрастность saturation и дающая возможность отключить обработку типа удаления шума повышение краев также меня интересует вариант стопа камеры и при этом фиксации настроек в том числе и зума и как справиться с вот этой вот болтанкой в fps для объединения видео фрагментов в один проект в данном случае у меня в sony вегасе начал обсмотр и тест приложений с момент про не подошла хотя есть ручные настройки съемка в рав днг но так стробило что я отказался от покупки пообщался с техподдержкой сказал что приложение имеет хороший потенциал на моему устройству не подошла я начинаю понимать что с android устройствами все не так просто везде свои нюансы именно на каждом устройстве и сложно сделать универсальное приложение далее open камера подошла больше но есть непредсказуемые нюансы в плане экспозиции hatchcam 2 тестирую но кажется остановлюсь на ней не все работает но уже интересно ну если подойдет я обязательно сделаю донейт ребятам и опишу проблемки которые возникают но уже что-то начал снимать на ней кстати на это и предыдущее приложение вышел благодаря каналу кирилла евсеева мои выводы с некоммерческой задачей справляю смартфоном съемка для блога family stories а вот планка прохождения этих уровня для стоков пока впереди буду ее осваивать со сторонними приложениями для android вообще я заметил что парочка разделов в заявленных супах не освещается это услуги и проекты услуги по большому счету я просто а в большей части отказываюсь от услуг в пользу стоков по проектам проекты есть проектами я называю те виды съемок которые больше нацелены на развитие коммерческую составляющую я не просчитываю и не ставлю на них но если они окупаются на столах ну отлично хороший подарок ну что ж у меня на этом все спасибо за внимание пока